здравствуйте друзья я понимаю что вопросы иммиграционной реформы всех интересуют да как изменится что изменится изменится ли вообще хоть что-то и надо сказать что вот нынешняя президентская кампания вопросы иммиграции конечно в значительной степени контекст там присутствует еще это вопросы безопасности да то есть вот например у трампа это не столько обеспечить скажем айти индустрию ли там какие-то наукоемкие индустрии квалифицированным народом из-за рубежа то есть он это больше отыгрывает как на страхах на вот часто терроризм и там и так далее но тем не менее значит вопросы и иммиграции миграционной реформы сейчас как никогда актуальны никогда вот за те 25 лет я тут живу например я не видел чтобы так это все здорово обсуждалось во время президентской кампании теперь что еще клинтон которая ну как бы ее прочь от победителей там всякие опросы там разные способы есть значит которые говорят что там шанс что это будет не она какой-то вообще мизерные то есть как бы там и так далее но вот клинтон например утверждает что проведет реформу в первые сто дней своего нахождения в белом доме хотя мы с вами знаем что реформа проводится не не исключительно президентом а скорее даже наоборот и например президент буш который хотел провести реформу иммиграционную в 2008 году ему не дали именно конгресс не дал в данном случае демократы тогда ему не дали вот практически ту же реформу очень похожую значит пытался обама провести три года назад ему опять его тоже не дали на этот раз уже республиканцы хотя вроде бы уже реформа была так как-то с двух сторон тогда эта группа работала из демократов и республиканцев и они вроде бы там все это согласовали но в сенате прошло в палате представителей того не обструкции устроили просто ну какую-то саботаж настоящий из принципа как в общем не прошло это мне напоминает компанию президентскую 2012 года когда четыре года назад когда значит обама против ромни боролся и тоже вот такое же примерно было утверждение что вот мы мы сделаем эту иммиграционную реформу от мы сейчас если мы сейчас снова зайдем в белый дом вот сейчас зайдем второй раз вот мы то мы точно займемся иммиграционной реформы и как бы они даже можно сказать что и занялись но не получилось в том смысле что значит даже если клиент станет президентом что скорее всего так и будет значит не факт что ей удастся провести какую бы то ни было реформу но тем не менее и у республиканцев сейчас тоже очень сложное стало с этим положение потому что собственно они же вот эту вот иммиграционную адженду повестку дня значит вытаскивают на свет они не могут отсидеться они не могут так как три года назад там сказать вот вы нам там не дали достаточно там или чего-то значит давай вперед со всех сторон как бы люди которые участвовали три года назад в обсуждении иммиграционной реформы эти люди говорят что надо вернуться к той реформе потому что она была согласована обеими партиями поэтому там есть искать есть к чему вернуться практически там был очень все проработано и сенатор шумер это демократ он как раз был одним из двух демократов в сенате который был в этой комиссии с четырех человек там было два республиканца два демократа его прочат в председателе палаты опять они должны победить пока что пока что сенат то недемократический но как бы вот там предполагается что будет вот иначе если это произойдет а в крайнем случае он будет представителем большинства демократии не большинство будет писали фракции демократические партии если так произойдет по всякому случае задействованы очень мощные силы то есть не демократической стороны и на самом деле цереспубликанской тоже поэтому идет к тому идет к тому что действительно пусть не первые сто дней но может быть первые там полгода действительно вот кто там будет новым президентом мы будем иметь на руках вот эту иммиграционную реформу и я напомню вам в чем была суть реформы вот той три года назад которую похерили суть была в том что таки да строится забор то есть демократы не хотели забор но согласились таки да строится забор вдоль границы с мексикой дается возможность тем кто достаточно давно находится в сша и не нарушал законов и налоги платил там и так далее так далее и экзамены сдаст там по языку и довольно длительный такой дается им путь к легализации к получению грин карты со временем вот это займет у них довольно много времени там должно было 12-15 лет но тем не менее я кстати хочу сказать что предыдущая амнистия которая была на 200-летие сша в то время было 3 миллиона нелегалов из которых только миллион двести пошли получать гражданство в целом как бы не надо было конечно легализоваться им хотелось грин карту получить нашего потом гражданство то есть существенное большинство не пошло получать граждан вот поэтому тут тоже так интересно все не знаю как дальше пойдет в общем да и и менялся фокус иммиграционной политики согласно той реформы которая не прошла менялся фокус с семейной иммиграции на профессиональную то есть если раньше 75 процентов иммиграции было семейной 25 профессиональной то дальше они хотели сделать так 50 на 50 то есть эта реформа замедлит в соединение скажем семей насколько там и она она же ускорит приезд сюда специалистов из других стран то есть они собирались рабочую визу квоту увеличить там будет очень существенно очень существенно вот поэтому ну вот такая была реформа поэтому я я не хочу спекулировать на тему о том как это произойдет да гринкарт лотерею они договорились похерить кстати то есть это было как бы требование республиканцев которые говорили что надо привозить не тех кто родился где-то а тех кто имеет ценность экономическую для страны вот и поэтому так уже вышло значит если будет эта реформа а шанс но очень большой то я думаю что вот там лотерея гринкарт в которой мы сейчас будем играть ну тех кто будет я еду мы вместе вот я я боюсь что это будет последняя лотерея то есть мы мы еще раз мы даже если будет реформа мы не знаем до чего они там договорятся да это никто не знает но тем не менее есть есть как бы очень очень серьезный шанс что мы вот в октябре когда там 1 2 октября начнется имеем последний шанс я я не хочу быть как бы носителем там каких-то грустных новостей но с другой стороны там не так грустно потому что все таки есть чудовищное количество людей которые хотели бы могли бы в принципе приехать по рабочим визам и они востребованы они нужны и их не могут привести тот вот такая история так что вот такая такая новостишка будем наблюдать я я буду посматривать естественно и собственно я думаю что там кроме меня будет достаточно наблюдателей когда все это дело дойдет уже до практических обсуждений там принятие законов и их применения на практике но во всяком случае вот из того что сейчас обсуждается я такой как бы прогнозец делаю вот чисто субъективный без без претензий на там знания каких-то внутренних не знаю там чего механизмов этого дела счастлива